Всем привет, дорогие друзья и любители аддитивных технологий. С вами компания 3D Tool, меня зовут Максим. Сегодня мы начинаем серию видеороликов, в которой мы будем показывать реальные кейсы из автомобильного тюнинга, реализовывать которые помогают нам современные технологии в виде 3D сканирования и 3D печати соответственно. Мы неоднократно поднимали эту тему на канале, но не разбирали ее обстоятельно, а зря, потому что аддитивными технологиями пользуются в автотюнинге постоянно. На ютубе полно роликов, где любители тюнинга используют 3D печать для своих проектов. В основном они печатают какие-нибудь элементы кузова или элементы салона. А как вам вот такое? Ребята из Америки при помощи 3D печати полностью изготовили копию кузова от Lamborghini Aventador. По-моему невозможно описать словами насколько это круто. В настоящее время они занимаются восстановлением еще одного суперкара McLaren 600 LT. Конечно процесс не подразумевает езду на напечатанном автомобиле. 3D печать используется в основном для создания матриц для стеклопластиковых или карбоновых деталей, что здорово облегчает процесс создания проекта. Однако в мире существует полностью напечатанная машина, ну хотя и в виде концепта. Она конечно естественно не стала серийной, но тем не менее доказала возможность использования 3D печати в ходовых образцах, а не только для создания матриц и форм. Но не только западные специалисты используют аддитивные технологии в своей работе и хобби. В России также мы знаем массу примеров известных автотюнинг от Илье, например Level Performance, GOSH Turbo Tech, мы с ними работали замечательно. А также среди студий 3D печати есть полностью специализирующиеся на этой тематике, например известная студия Box3D. Кстати и у нас на канале тоже есть примеры работы с автомобильными компонентами. Мы снимали для вас реверс инжиниринг спойлера на Toyota BB, решетки радиатора для Мерседеса, а сегодня подготовили еще один интересный пример. Сегодня мы пригласили к нам одного автолюбителя, который как раз увлекается тюнингом. Он решил доработать внешний вид своего автомобиля установкой логотипа марки с подсветкой по контуру. Чтобы рассказать подробнее о проекте данного автомобиля, передадим слово непосредственному владельцу, с которым пообщался Захарчев Иван. Добрый вечер, Вить! Добрый вечер, Иван! Очень приятно, мы с тобой давно уже знакомы. Ну смотри, расскажи пожалуйста немножко про проект, про саму машину, что в ней примечательного, интересного, что уже доработал, что может быть в планах доработки и плавно перейдем конкретно вот к этой задаче. Машина Chevrolet Trailblazer 2001 года, много всяких интересных фишечек уже доработал, пороги, подсветка, музыка. Хотелось бы что-то изменить внешнее, значок с подсветочкой. Вот, обратился к Ивана, собственно говоря, 3D печать. Мне вот интересно, как это будет выглядеть. Ну ты будешь потом как-то сюда инсталлировать еще светодиодную ленту, да, и так далее? Да, внутрь светодиодная лента сюда и по периметру будет подсветочка. Соответственно, внешняя часть машины будет до конца оформлена. А что с двигателем? Диски такие большие у тебя, смотрю, не штатные. Да, диски обычные, двадцатый, двигатель 4.2, 573 лошадиной силы. В принципе, повседневная машина достаточная. Ну и покрашена в какой-то интересный цвет? Цвет фантом, современный. Ну он перламутровый такой, да, переливается? Да. Но она выглядит на самом деле действительно очень современно, хотя, казалось бы, какого года машина еще раз? 2001. 2001 года. Сейчас вот у нас 2023, но при этом она в потоке, во-первых, уделяется, во-вторых, выглядит солидно. И как раз, мне кажется, да, какие-то маленькие детали такие, пусть даже напечатанные или еще что-то, они будут подчеркивать общими. Тем более значок. Да, подчеркивать общими. А может быть еще какие-то планы? Вот у нас сзади там спойлер напечатанный, не хочешь тоже что-нибудь все такое сделать? Ну, крылья потом. Крылья. Ну вот так, дорогие телезрители, наши, скажем так, посетители канала YouTube. Это не последний проект с Виктором, и данную машину мы еще обязательно увидим. Почему Виктор обратился именно к нам, а не купил просто в магазине такую эмблему? Потому как заводских решений для этого модельного года, к сожалению, не существует. А просто приладить какой-то кусок вырезанного оргстекла с наклеенной светодиодной лентой, к сожалению, не позволяет конфигурация тюнингованной решетки радиатора. Ну и в целом, я думаю, что это смотрелось бы уже просто как какой-то колхоз. Для начала, чтобы осуществить нашу работу, нам нужно было отсканировать поверхность, получить из нее облако точек и уже по скану углубления под логотип отрисовать 3D-модель. Для этих целей мы взяли 3D-сканер с Conform L5, клеим малярный скотч, потому что его легко оторвать, не повредив краску и не оставив следов клея, а уже на скотч клеим метки, по которым будем сканировать. Поехали! Ну конечно, друзья, именно сегодня, когда я пришел снимать эту машину для того, чтобы вставить какие-то подсъемы, как она вообще выглядит в наше видео, началось вот это вот. Когда же еще это могло быть, как не сегодня? Сразу оговорюсь, друзья, что в нашем видео идет лишь процесс подготовки. После сканирования мы отрисуем модель, распечатаем ее из смолы на фотополимерном принтере в качестве примерочного чернового варианта и дальше уже будет понятно, требуется ли нам доработать как-то модель, как именно ее нужно дорабатывать, а также результат фотополимерной печати даст нам понимание, правильно ли мы подобрали настройки поддержек модели, ну и все прочее. Для этого понимания придется физически приложить наш пробник к радиаторной решетке и посмотреть, что и где нужно доработать. Итак, вот такой скан у нас получился. Целиком бампер с решеткой сканировать нам не нужно, для этого достаточно просто захватить геометрию углубления под логотип. Мы поняли, что логотип должен состоять из двух частей. Задняя часть из прозрачного фотополимера под светодиоды с углублением, передняя часть закрывающая как бутерброд из непрозрачного фотополимера. Некоторые могут поинтересоваться, зачем вообще такие сложности и зачем использовать здесь 3D-сканирование? Можно же просто намоделировать и сделать то же самое. Но нет, друзья, к сожалению, это так не работает. Если мы посмотрим с торца на деталь, то увидим вот такой изгиб. Это оригинальный изгиб на самом посадочном месте и получается, что поверх скана моделировать в 100 раз удобнее и не ошибешься с углом этого изгиба, с косами и, само собой, с размерами. Вот такие 3D-модели у нас получаются. Прикинем сейчас примерно, что у нас по усадке фотополимерной смолы, выставим поддержки и распечатаем первый примерочный образец. Друзья, вот что у нас предварительно получилось. Сейчас отделим поддержки, промоем в ультразвуковой ванне в изопропиловом спирте, просушим, прикинем и будем работать дальше, уже над финальной версией логотипа, потому что нам очень важно довести до идеального результата, чтобы логотип не выглядел, так скажем, ну как какая-то незаводская часть композиции. Для 3D-печати мы использовали два состава фотополимерной смолы от компании Anycubic. Clear и Black. Обе детали напечатаны слоем 50 микрон. Ну и, конечно же, сейчас у нас этап примерки. Мы напечатали первые пробные изделия, отработали процесс реверс-инжиниринга, сначала отсканировали, как вы видели, деталь, получили первые пробные образцы, доработаем их в соответствии с указаниями Виктора и посмотрим, что у нас получится в итоге. Что ж, Виктор, большое спасибо, мы еще увидимся на канале. Спасибо. Передаю слово Максиму. Вот в этой канавке должны, по идее, быть проложены светодиоды. Далее нам предстоит еще финальная доработка и печать, склеивание, подключение светодиодной ленты и установка. А если вам интересно, что по итогу получится из этого кейса, подписывайся на наш канал и не забудь поставить лайк этому видео, а также написать комментарий, как вам идея использования аддитивных технологий в автомобильном тюнинге. А может быть, кто-то из вас уже занимался такими вещами? Было бы интересно почитать о вашем опыте. А в следующих выпусках мы обязательно покажем, что у нас по итогу получилось. Ну, у меня на этом все. Качественной и бесперебойной 3D-печати. И пока!